С возвращением в Клуб Романтики. Мы остановились на пятой серии Рождённой Луной и сегодня узнаем, что же ждёт Мию дальше. Если тебе нравится Клуб Романтики и ты хочешь, чтобы серии выходили как можно чаще, обязательно поддержи этот ролик лайком. Ну а я предлагаю продолжить нашу игру. Такс, давай смотреть. Значит, в прошлой серии, кстати, да, мы же с тобой статью оставили, её одобрили и нас вообще на работу приняли, это здорово, это очень круто. Так, глава пятая. Виктор Ван Арт. Слушай, это что было сейчас? Это была сова только что ли, мне показалось? Ладно, поехали. Где же тебя носит? Он прятался в темноте, наблюдая за воротами колледжа. Уже поздно, хорошим девочкам давно пора быть дома. Надоело мне тебя ждать. Да-да-да-да-да, к нам же вампира подослали. Но вот на улице появилась девушка. Кажется, никого. А там же машина была ещё вроде. Судя по описанию, это она. Он подошёл к Ми, намереваясь поравняться с ней, как только она выйдет в тень деревьев. Но вдруг из-за угла выскочил автомобиль. Взвизгнув тормозами, он резко остановился прямо перед девушкой. Осторожнее! Стёкла на передних дверях были опущены. Водителя Ми видела впервые. Что за шутки? Ми, садись в машину! В смысле? Я от Виктора, он просил за тобой присмотреть. Она отступила на шаг. Почему я должна верить? Ты была у него дома и меняла повязку на руке. Ладно, это действительно можно было узнать только от Виктора. Ничего себе, я думаю, сейчас будет поворот. Типа, можно, нельзя к нему сесть. О чём они там говорят? Он был далеко и не слышал разговора. А я же этого парня раньше где-то видел. Ладно, садись уже! Всё же Ми колебалась. А собственно... Давай, наверное, спросим, где сам Виктор? Я чё-то не понимаю прикола. Он занят. Пытается решить твои проблемы. С чего бы это? Я вот, глядя на тебя, тоже задаю себе этот вопрос. Мы едем? Ладно. Ми стала обходить машину, чтобы сесть впереди рядом с водителем. И нас никто не остановил? Её увозят! Он наплевал на конспирацию, сорвался с места и побежал к Мие. Чёрт, быстрее! Миа тоже увидела приближающего незнакомца. Человек не мог двигаться так быстро, он был совсем рядом. Но Миа уже села и водитель утопил педаль газа. Аррррр! Незнакомец прыгнул и сумел уцепиться за багажник. Да ладно, он что с нами поедет? Это чё такое? Он сзади! Да вижу я! Водитель, веляя по дороге, безуспешно пытался сбросить непрошенного пассажира. Мне игра показалась громковатой, сделай немножечко потише. Незнакомец подтянулся, откинул голову и ударил лбом в стекло. Бах! Вот ведь упертый! Заднее стекло разлетелось на мелкие осколки. Мия увидела, как порезанные лица преследователя быстро затягиваются. О-оу. Ха-ха-ха-ха-ха! Ой-ой-ой. Девушка решительным голосом обродилась к водителю. Слушай, я попробую его убрать. Мия загнулась, полезла на заднее сидение. Куда? Назад! Есть идеи получше? Открой бардачок. Внутри лежал большой серебристый пистолет. Затвор передерни! Дрожащими руками Мия взяла оружие. О-оу. С глухим щелчком оттянула тугой затвор, навела ствол на незнакомца. Ну же! Бабах! А-а-а! Это топовая озвучка всех этих персонажей и их криков. Его бросила с машины на асфальт. Девушка выронила пистолет. То есть она уже не сомневалась, кто это. Черт! Черт! Что происходит? Тише, тише, успокойся. Уже все. Он, конечно, быстро бегает, но езжу я быстрее. Не догонит. Мия трясла от страха. Да ты совсем бледная. Что происходит? Кто ты? Что было ему нужно? Меня зовут Дастин. Ты только не бойся, ладно? Я хороший. Я брат Виктора, а тот, кого мы оставили позади, плохой. И ему нужен был не я. Дастин повел машину немного медленнее. Девушку перестало трясти, но страх никуда не делся. Почему ты не думала, что у Виктора может быть брат? Мы не родные, но он живет один. Куда мы едем? Вообще, я собирался везти тебя к Виктору, но теперь... Надо машину ремонтировать. Не будем же мы кататься без стекла и с помятым багажником. Поедем к нам. К вам? Это к кому? Увидишь, не бойся. Но Мия боялась. Очень боялась. Надеюсь, этот Дастин не захочет пить мою кровь. Повторю, я хороший. Я не пью кровь людей. Ты что, мысли мои читаешь? Ха, нет, Мия. Это и не нужно. Ты косишься на мой рот. Ясно, что думаешь, не пущу ли я... Ясно, что думаешь, не пущу ли я в ход клыки. Кстати, надо бы в какой-нибудь магазин заскочить. Тебе понадобятся вещи. Сама понимаешь, у колледжа тебе пока лучше не показываться. Мия не отвечала. Эй, ты как, слышишь, Мия? В колледж нельзя. Я, я слышу. Я так понимаю, что она перепугалась ужасно. О, сейчас пойдем на шопинг. Думаю, тут есть все необходимое. Для всего у меня на карте денег не хватит. Возьми мою. Да, Астин, мне чужие деньги не нужны. Слушай, брось, а. Хочешь помочь, дай телефон. Держи. Мия набрала номер Триши. Она у нее сейчас деньги попросит? Алло? Привет, это я. С чужого телефона звоню. Так и не купила новый? У тебя все хорошо? Да, только... Ну? Как у тебя с деньгами? Да нормально, папа подогнал. Одолжишь? Без проблем. Сейчас переведу. А ты что, домой не покажешься? Эээ, нет. Ого, а Мия ушла в загул? С парнем? Триша, перестань, мне об этом говорить неудобно. Ладно, но потом я из тебя все вытяну, учти. Мия вернула телефон Дастину. Спасибо. Ты как, успокоилась? Справишься сама? Да. Жду тебя у кассы. Мия быстро прошлась вдоль полок, беря то, что может понадобиться на первое время. Сейчас мы и подберем такой наряд. Затем настал черед одежды. Неизвестно, когда я попаду в общагу, надо переодеться. Сейчас что-то такое вот классненькое. В смысле? Зачем тебе такой наряд? Джинсы и жакет, серое платье. Дорогая моя, ты что, не знаешь, что тебе нужно взять? Джинсы и жакет или серое платье? Зачем тебе платье? Давай лучше возьмем джинсы и жакет, хотя мне ни то, ни то не нравится. Но пусть будет так. По-моему, у нас такие же джинсы были только что. Нет? Для той, кого только что пытались убить, я выгляжу очень неплохо. Мия подошла к Дастину. Я готова. Поехали? Будет смешно, если он сейчас скажет, а ты что, переодевалась, что ли? Я стала чуть лучше понимать Виктора. О чем ты? У тебя хороший вкус и чувство стиля. Тебе идет. И я не зря тебя спасал. Спасибо. Пожалуйста. Едем. А машину кто чинить будет? А, или мы, ну да, мы же поедем, наверное, дома будем. Там какой-нибудь супермеханик, небось. Знаешь, шоппинг хорошо на тебя действует. В смысле? Выглядишь не такой уж бледной, кажется, немного успокоилась. На самом деле она все еще боялась и вовсе не успокоилась. Попробуй вздремнуть. Нам ехать за город. То есть она села к неизвестному парню, одного не знает, второго не знает. Мия, проснись, мы приехали. Я не спала, а просто думала. О том, что меня один вампир хочет убить, другой спасает и заводит в какую-то глушь. Но слуха на это не сказала. Жить в больших домах на отшибе это вампирская традиция? Вроде того, ностальгия по мрачным средневековым замкам. Смешная шутка. Шутка. Просто избегаем иметь соседей. У дома стоял знакомый Мия автомобиль. Это машина Виктора? Да, я ему позвонил, пока ты ходила по магазинам. Несмотря на обстоятельства их последней встречи, Мия была рада. Что-то мне подсказ... Ого, ничего себе такой домик. Виктор встретил их, как только Мия и Дастин вошли. Мия? Он выглядел беспокойным, и это было приятно. Ах, вот, как бы знаешь, что он чувствует ко мне. Как ты цела? Да, но если бы не Дастин... Кажется, я забыла поблагодарить тебя, Дастин. Но как бы было не помочь брату-то... Виктор ему просто кивнул. А вот и отец. Мия, это Нойль Миллер. Нойль, это Мия. Добрый вечер. Где-то я уже это лицо видела. Здравствуйте. Так вот, как выглядит миссис, за которой такой переполох. Что ж, Виктор верен себе. И если помог раз, будет помогать и впредь. Тем более симпатичные девушки. Так, ну хватит уже. Виктор прав, Мия нужен отдых. Нойль приблизился к ней и взглянул в глаза. Общее утомление, многовато адреналина, страх. Мия, тот тип, здесь тебя не найдет. Мия боится нас, Дастин. И чувство это понятно. Она не привыкла к такой компании. Но тут как с красавицей и чудовищем Мия. Простите. Если присмотришься к нам получше, поймешь, что мы не опасны. Разумеется, я говорю о моей семье. Я, Виктор и Дастин не пьем кровь людей. Совсем? Много лет. Хотя Виктор вот чуть не сорвался. Дастин. Нойль взглянул на него осуждающим. Ты можешь спокойно отдыхать, Мия. У нас найдется подходящая комната. Боюсь, я... Я не смогу уснуть. Я дам тебе легкое снотворное. Откуда у тебя в доме снотворное, Нойль? Дастин, тебе ведь в ней мало лет. Пора бы уже знать, что отличает мужчину от юноши. Надеюсь, ты мне скажешь. Предусмотрительность. Ты прав, как обычно. Я должен был догадаться, что Мия будет нервничать. Мия, пойдем, покажу тебе комнату. Там же и таблетку найдете. Даже интересно... Ничего себе комната. Спасибо. Располагайся. Тут отдельная ванная комната. Нойль, ваш отец. Но и ты, и Дастин, зовете его по имени. Почему? Он наш наставник. Воспитал, научил всему, что нужно знать вампиру. Отцом мы его зовем иногда, чтобы показать степень уважения к нему. Так ты не Миллер? Виктор Ван Арт. А Дастин? Чейз. Ну, я пойду. Не бойся, спи. Виктор вышел, оставив меня одну. Вот и снотворное. Так, ну, наверное, надо взять. Наверное, надо выпить. Ну, отдохнуть. Выпить? Ну, откуда мне знать, что это на самом деле? На тумбочке был и заботливо оставленный стакан воды. Если это все же снотворное, проснусь ли я? Ну, давай прибьем таблетку, а почему бы и нет? Если бы они хотели что-то со мной сделать, справились бы и так. Мия запила таблетку водой. Странно. Мне кажется, вдруг перестать доверять... Странно, мне кажется, вдруг перестать доверять Виктору. Затем легла и быстро уснула без сновидений. Хм, ладно. Я надеюсь, что мы проснемся не у себя в комнате там. Проснулась девушка, вполне отдохнувшая. Я в гостях у вампира. А так надеялась, что все окажется сном. Сколько же я спала? На стене висели часы. Однако ничего себе легкая и снотворная. Легла ночью, встала вечером. Мия внимательно осмотрела себя в зеркале. Она искала следы вампирского укуса. Но, похоже, все в порядке. Приведя себя в порядок, Мия вышла из комнаты. Может, нам надо было все-таки, наверное, платьицу выбрать. А где все, интересно? Добрый вечер. Виктор, привет. А где Нойли Дастин? Уехали. Возникли кое-какие дела. Я всем вам создала проблемы, да? Это с тобой не связано. Ты должна хотеть есть. Садись. Еда была из хорошего ресторана. Я не знал, что ты предпочитаешь. Заказал побольше. Ммм, как мило. Так, мы можем взять мясо, рыбу. Мясо или рыбу? Давай рыбу возьмем, что ли. Лососик, по-моему, как раз. Выглядит превосходно. А ты не будешь есть? В принципе, мне это не нужно. Но если тебе нужна компания, то присоединюсь. Приятно. Мия, тебе не нравится? От его внимания не ускользнуло то, что девушка ест будто бы неохотно. Нет, нет, очень вкусно. Я голодна. Просто кусок в горло не лезет. Это нервы, наверное. Вилка выпала за ее пальцы, взвякнув о край тарелки. На глаза Мии навернулись слезы. Меня чуть не убили. Уже дважды. Не бойся, слышишь? Ты в безопасности, Мия. Сперва сумасшедший с ножом. Потом и вовсе вампир. Боже, как же это? За что? Я же ничего им не сделала. Зачем я поехала на этот проклятый маскарад? Вот, может, сейчас хоть всплывет информация, чем-то поехали. Нет бы, как все пойти на вечеринку студентов с Тришей. Виктор сел рядом, обнял Мию за плечи. Успокойся, не плачь. Все будет хорошо, я обещаю. Пойдем. Куда? У меня тоже такой же вопрос, куда? Покажу тебе кое-что, идем. Ммм, никого нет дома, мы с тобой только вдвоем. Давайте кушать... Ой, прям в лес. Вечерняя прохлада немного успокоила Мию. Дастин сказал, что соседей тут нет. Верно. Можем говорить свободно, никто не услышит. Виктор. Давай спросим про семью, наверное, так культурнее. Настрое. Больше никого нет. А были? Виктор ответил не сразу. Я помню своих родителей. Дастин нет. У Нуэля была жена, но давно умерла. Она умерла человеком? Нет, Эмма была вампиром. Но не думаю, что это лучшая тема для беседы. Извини, зря я спросила. Ничего. Тебе не холодно? Я могу не понять, что погода некомфортная. Не беспокойся, погода теплая. Многое отличает вампиров от нас. Не считая того, что я уже видела. Многое, Мия. Если знаешь, что можешь жить сотни лет, на мир смотришь иначе. А что-то более наглядное. Реакция. Ну, например, Виктор взмахнул рукой так быстро, что движение расплылось. Он сомкнул кончики пальцев, осторожно держа что-то хрупкое. Ой. Нампир медленно выпрямил пальцы. На его ладони сидела большая бабочка. Бабочка разложила крылья, и те оказались в ширину ладони Виктора. Как романтично. Ого. Насекомое вздрогнуло и взмахнуло крыльями, и улетело. Какая красивая. Виктор взял ее за руку и повел дальше от дома Ноэля. А куда мы идем? Потерпи, сейчас увидишь. Я тебе говорю, что сумерки какие-то начинаются. Давно я, конечно, смотрела сумерки. Наверное, ого, сколько лет назад, но все равно. Ух ты. Бабочки сидели на деревьях сотнями. Виктор, я не могла найти слов, чтобы выразить свои эмоции. Это прекрасно. Данаида Монарх из семейства Нимфолит. Спасибо, что показал мне. Вампир взглянул девушке в глаза. Рад, что тебе понравилось. Его удивительный голос стал тише. Ты познакомил меня с семьей. Да. Снова помогаешь мне? Да. Надо ли это понимать как... Да. Как что? В смысле? Подожди, я ничего не понимаю. Он не дал ей закончить фразу. Взял за плечи и поцеловал. Ооо. Ммм. Нежные чуткие пальцы Виктора коснулись ее шеи. Это может зайти далеко. Мия выгнулась по позвоночнику, словно пробежал легкий электрический разряд. Трезвая мысль, ведь, становилась все трудней. Он же вампир. Ну смотри, у меня еще кристаллы есть. Поэтому давай мягко отстраните. Я сказала, ты что, давай ответить на поцелуй. Ты что, мы зря что ли их копили, покупали? Мия обхватила Виктора за шею и прижалась к нему всем телом. Ой, это было еще прекраснее, чем в первый раз. Он космос. То есть то, что пришло девушке в голову при поцелуе с вампиром, космос. Она чувствовала его запах, ощущала под пальцами его гладкую прохладную кожу. Понимала его желания и его страсть. Подобных Виктору в моей жизни уже не будет. Да не, дорогая, буду. Подожди, это только первый сезон. Мия. Никто никогда так не шептал ее имя. Повтори. Мия. Она жадно впилась губами в ее губы. В ее. В его. И мыслей больше не было. Были чувства. В ее. Три точки. В его. Три точки. И был вечер. Были бабочки. И то, чему Мия не находила название. Это магия. Виктор. Мия. Его поцелуи то заставляли ее дышать часто-часто, то вовсе лишали этой возможности. Ах. Ох. У тебя сладкие губы. Он гладил ее волосы. Ах. Наверное, за долгую жизнь вампира он целовал многих женщин. Ну и пусть. Это значит лишь, что он живой. Где-то далеко жили миллиарды людей, но Мия не было до них дела. Она уже оторвалась от земли, как бабочка летала вверх к звездам. Ничего не бойся, я с тобой, детка. Значение имел лишь он. Вампир Виктор Ванарт. А я и не боюсь. Мия не была уверена, ответила ли она вслух. Он шептал ей нежные слова и не ждал ответа. Вот самое странное, что он с нами сначала... Ну, то есть я помню в Сумерках подобное было, когда он то контактировал, то нет. То тут как-то немножко еще не объяснили. Почему? Что? Как? Мия. Мир возвращался на место неохотно и постепенно. Ты совсем замерзла. Нужно вернуться в дом. Обломали девчонке кайф. Зазвонил телефон Виктора. Извини, алло. Он ненадолго слышал кого-то, а затем обратился к Мии. Это Дастин, мне нужно вернуться в город. Я отвезу тебя к себе, если ты не против. Конечно, что-то случилось? Да, возникла проблема, но тебе беспокоиться не стоит. Виктор. Да? Мия мягко поцеловала его в губы. Все, поехали. Нужно заскочить в магазин, купим тебе продукты. Я сейчас еще раз... Что, за продукты будут... А, нет, не буду платить. По пути Виктор молчал, слова были не нужны. Дома разговора тоже не случилось, так как Виктор явно спешил. Скорее всего, я вернусь следующей ночью. Но сперва хотел сделать тебе подарок. Он достал маленькую коробочку, перевязанную лентой. Возьми. Я хочу открыть, откройте, пожалуйста. Открывай, давай, открывай же. Девушка раскрыла бант и открыла коробку... А, распустила бант и открыла коробочку. Вангуй, там, наверное, какое-то украшение. Или ключ. От квартиры. Ух ты. Ну, удиви меня. Так, старинные серьги. Или серебряные серьги. Или серьги с подвесками. Ну, наверное, же надо взять старинные. Это ж типа он же нам дорогой подарок сделал. Вообще-то это я тебе, Мия, сделала подарок. Поэтому мне скажи спасибо. Ну-ка. Виктор, они же, наверное, очень дорогие. Пожалуй. Когда-то их носила аристократка из Европы. Я бы хотел, чтобы они тебе принадлежали. Я... я не могу их принять. Прошу тебя. Пусть хоть что-то радует тебя в этой истории. Меня радует не только это. Он уехал по своим загадочным вампирским делам, и Мия осталась одна. Интересно, у него хоть ноутбук есть какой-нибудь? Весь день Мия думала о поцелуе в окружении бабочек. Как цвета отразится на нас? Что это значит для Виктора? У нас теперь... отношения? Затем на улице стало темнеть. Мия решила, что нужно чем-то заняться. Вот только чем. Ну что, пойдем осмотримся? Такс. Пора уже поближе узнать своего спасителя. Вот, выбор повлияет на историю. Может быть, мы действительно что-то сейчас узнаем такое вот неожиданное. Мия принялась прогуливаться по дому. То есть она целый день сидела на одном месте, и только потом к вечеру решила прогуляться? Он был большим, но все же осмотр не занял много времени. Мне так нравится звук камина, это просто нечто. Девушка дошла до последнего помещения. А тут что такое? А что там? Ого, он что? Ничего себе! Целая звукозаписывающая студия! В зале было полно профессиональной аппаратуры и инструментов. Виктор пользуется всем этим одни? Один? Мия прошлась по залу. Сколько всего интересного! На стенах висели черно-белые и цветные фотографии известных исполнителей. Кого тут только нет! Эдит Пиаф, Элвис, Джим Моррисон, Джонни Кэш, Принц, Уитни Хьюстон были на фото и те, на чьи концерты еще можно было попасть. Настоящие легенды и пока еще только восходящие звезды. Странно. Виктор, чем же ты занимаешься? В студии были пластинки, подобранные совершенно непонятным образом. Исполнители разных лет и жанров стояли в перемешку рядом друг с другом. Какие-то тетради? Мия взяла одну и открыла. Там ровным почерком был написан текст песни, который узнал весь мир. Да ладно! Девушка перевернула несколько страниц. Тот же почерк, но другая песня другого исполнителя. Да быть не может! Она стала просматривать новые и новые тетради. Старые, пожелтевшие и совсем новые. Десятки песен, исполнявшихся с разницей в 60 лет, были написаны одной рукой. Неужели их написал Виктор? Не все эти песни Мия любила. Какие-то и вовсе не слышала. Но в любом случае это было невероятно! Положив все на место, Мия вышла из студии. А может ему просто музыка нравится, он просто переписывал себе тексты. Девушка обдумывала увиденное. Не понимаю. Вампир много лет сочиняет хиты под разными именами. Но все эти песни, они же учат чему-то доброму, правильному. К пониманию Мии это как-то плохо ввязалось с образом зловещих ночных хищников. А еще получается, что Виктор мог лично знать всех этих исполнителей. Когда Виктор вернется, обязательно спрошу его об этом. Надеюсь, он вообще вернется в этой серии к концу, серии к середине. Однако встреча с Виктором произошла не так, как ожидала Мия. Его не было почти всю ночь. Он вернулся на рассвете. Вампир вошел в дом, и Мия сразу поняла, что что-то не так. Три точки. Движения его были резкими и брови сдвинуты. Привет. Добрый вечер. Он протянул ей номер журнала «Сверхъестественное сегодня». Да ладно. Да ладно. Мамочки. Ой, это не я. Нет, я смотрю в сторону. Да, я объясню. Если тебя не затруднит. И вот он был невыносимо сухим. И куда только подевалась вся нежность. Впрочем, вряд ли я тебя пойму. Виктор, я не считаю себя виноватой. Я искала выход. Думала, как спасти свою жизнь. Ты написала обо мне. Не озаботившись получить мое согласие. Кто так поступает? Это обвинение? От того, кто меня чуть не загрыз? Уж прости, но претензии не принимаются. Виктор примиряюще поднял руки. Ладно, ладно, успокойся. Но Мия разозлилась не на шутку. Успокойся? Девушке хотелось бросить ему в голову чем-то тяжелым. Но в случае с вампиром это было, наверное, лишено всякого большого смысла. Разве только для собственного удовольствия. Да ну тебя! Повисла напряженная пауза. Я хочу пройтись. Солнце встает. Я вампир, Мия. Что с того? Я стараюсь избегать солнечного света. Я с удовольствием пройдусь одна. А, ну типа я такая крутая, пойду сама погуляю. Девушка подошла к двери. Мия! Она остановилась, но не стала оборачиваться. Тебе очень идут эти серьги. Мия вышла в рассветные сумерки. Тону тебя! Как так можно? Девушка шла не спеша. Дорогой район, где жил Виктор, кончился. Потянулись обычные кварталы. Вокруг было тихо, город только начинал просыпаться. Впрочем, этот город никогда и не спит. Как вампир. И так же, как вампир живет за счет людей. Безжалостно убивает, а затем выбрасывает тело, как пустую упаковку от еды. Мия не зря ругала город. Она проходила мимо жутковатого переулка, рядом с которым стояла машина скорой помощи и несколько полицейских. А в самом переулке лежало тело, накрытое белой тканью, из-под которой виднелись ботинки. Ох, ужас! Девушка отвернулась, намереваясь скорее пройти мимо. Но тут услышала обрывок разговора двух санитаров и что-то заставило ее задержаться. Третий случай за неделю, представляешь? И не говори, жуть какая-то. И что говорят, маньяк? А ничего не говорят. Но знаешь, я сколько лет работаю, такого не видел. Небось кровь выпили, да? Чтоб совсем без крови. Точно говорю, это дело рук серийного убийцы. Совсем без крови? Третья за неделю? Дастин и Виктор говорили о некой проблеме. Мия решила проверить, совпадение это или нет. Как действовать? Осторожно, не поднимая шум. Давай осторожно. Мия подошла, когда младший из санитаров останется один. А подождала или подошла? Простите, а можно вас? Чем могу помочь? Парень был хмурым, оно и понятно, с такой-то работой. И Мия задействовала все свое обаяние и сделала глазки. Я тут рядом живу. А что случилось? Неужто маньяк? Я ужасно боюсь стать жертвой маньяка. Ммм, ну я не должен вообще-то. Он покатился в сторону полиции и понизил голос. Я не специалист, но думаю, вам не нужно бояться. Почему? Это не первая жертва, но всех их находят в разных частях города. Вряд ли маньяк нападет снова в вашем районе. Вы такой добрый. Вы меня почти успокоили, спасибо. Пожалуйста, как вас совсем успокоить? Как этот маньяк убивает? Санитар посмотрел на Мию, не то с подозрением, не то с крайним удивлением. Да вы не подумайте ничего такого. Просто не хотелось бы, чтобы меня нашли в ужасном виде. Ну, если все же маньяк убьет меня где-то в другом месте. Знаете, вам стоит к психологу сходить, попить успокоительное. Но вообще не беспокойтесь, если что, то найдут вас в лучшем виде. Два прокола на шее, или на запястье, или и там, и там, и ни одной капли крови. Только бледная будете. Два прокола это как? Как в фильме про Дракулу. Спасибо. Мия пошла дальше по улице. Эй, мисс, а номер телефона не дадите? Ну, где ты там застрял? Повезло нам. Вампиры. Найденных людей убили вампиры. Вот это поворот. Ну, у нас есть плохая компашка вампиров. Я надеюсь, что мы сразу же на нее же подумали, а не на наших хороших вампиров. Хотя, вспоминая все вампирские фильмы, которые я смотрела, и те же дневники вампира, и сумерки, может быть, все что угодно. Но я так понимаю, что у нас уже, наверное, конец главы, потому что, ну, прям такой вот поворотец неожиданно слишком смотрится, конечно, жутко. Ну, знаешь, интересная история. И я думаю, что, скорее всего, я сейчас запишу следующую серию, потому что вот прям не терпится узнать, что будет дальше. Итого у нас стойка 7, дипломатия 7. Ну, отлично, серия окончена. Фух, я тебе хочу сказать, что получилось очень здорово. Значит, впереди у нас шестая серия. Мия хочет остановить убийство людей. Поиски необходимой информации приводит ее в клуб вампиров. То есть, наконец-то мы в этот клуб попадем. Вот это здорово, согласись, это уже интригует. Ну, а что будет дальше, мы с тобой уже узнаем в следующей серии. Поэтому, что нужно сделать? Конечно же, нужно поставить лайк, подписаться на канал, на колокольчик нажать, и чтобы все уведомления тебе приходили. А я сейчас, наверное, запишу еще шестую серию. Мне интересно, что будет дальше. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok